С наступлением весны, когда температура воздуха повышается, а солнце светит ярче, на крышах зданий начинает таять снег, образуются наледь и сосульки. И все это грозит упасть вниз. Находясь в опасной зоне, можно получить тяжелые травмы. Наш мобильный репортер стал случайным очевидцем того, как жительница города Анастасия Константинова, прогуливаясь вдоль здания с маленьким ребенком, чудом избежала несчастного случая от схода скопившейся на крыше дома снежной массы, которая привела к разрушению и падению части фасада пристройки дома. Был большой хлопок, как взрыв. И потом я только увидела, что разные листы, щиты вот эти железные полетели в разные стороны. Страшно очень, потому что все были в шоке. Под крышей, получается, вот здесь стоял мужчина, прям где лежали все эти листы. Я не знаю, куда он ушел, он разговаривал по телефону, и вот, наверное, его крыша все-таки спасла, потому что все было бы на нем. Я даже отреагировать не смогла. То есть, такой ступор был, хлопок резкий, и только вот листы в разные стороны. Несмотря на то, что происшествие произошло буквально накануне вечера, мы с вами видим, что элементы фасада здания по-прежнему плохо закреплены, а с последнего этажа дома сползает очередная снежная глыба. Мы понимаем, что вот этот опасный участок никак не огорожен. Люди продолжают ходить, и мы призываем вас быть внимательными, быть осторожными и по возможности обходить эти опасные участки стороной. Для того, чтобы вас не коснулись подобной ситуации, старайтесь не приближаться к зданиям, с которых возможен сход снега или падение наледей сосулек. А если вы уже оказались в зоне риска, следует как можно быстрее прижаться к стене. Козырек крыши послужит укрытием.